9 января этого года в Соединенном Королевстве отмечают знаменательное событие. Всеми любимая Кейт Миддлтон празднует свое 40-летие. В честь этого особенного дня герцогиня Кембриджская решила порадовать поклонников особенными портретами, достойных чести британской семьи. Фотографии были сделаны в ноябре в лондонских садах Кью фотографом Паула Роверсе. На первом кадре жена принца Уильяма скорее напоминает элегантную принцессу из далекого прошлого. Воздушное платье со струящимися лентами обнажает ее изящные плечи и ключицы. Легкие кудри аккуратно спадают назад, демонстрируя особенные серьги с бриллиантами и жемчугом, которые когда-то принадлежали покойной леди Диане. Кроме безупречного профиля можно заметить то самое обручальное кольцо с массивным сапфиром, и оно тоже украшало руку ее покойной свекрови. Второй кадр выглядит уже более смелым на контрасте с атмосферой прошлых лет. Чего только стоит необычный фасон красного атласного платья на одно плечо, а объемный рукав фонарик подчеркивает хрупкую красоту будущей королевы. И это не просто громкие слова, ведь она дополнила образ с бриллиантовыми серьгами из коллекции самой Елизаветы Эл-Эль. Третье фото само собой вызывает приятные эмоции, потому как Кейт Миддлтон радует своей искренней улыбкой. Вверх наряда напоминает цветы воздушной гортензии, и даже сквозь эффект сепии можно заметить, как возлюбленной герцога Кембриджского идет белый оттенок. Ценные кадры войдут в постоянную коллекцию Национальной портретной галереи, патроном которой является сама Кейт. Сейчас Камила Паркер-Боулс проводит время в своей загородной резиденции в Шотландии. Там она посетила библиотеку Фоунбокс возле Бвайркхелл, которая находится рядом с королевским особняком Камиллы и Чарльза. На днях в сети появились фотографии, на которых 74-летняя Камила Паркер-Боул была запечатлена в куртке цвета хаки и свободных джинсах во время того, как остановилась у местного пункта обмена книгами в телефонной будке на проселочной дороге. К слову, эти снимки были опубликованы в личном инстаграм-аккаунте герцогини. И стоит отметить, как Корнуольская сияет, находясь в сладком плену книжного мира. Герцогиня вызвалась консультировать посетителей библиотеки, чтобы порекомендовать книги, которые действительно понравятся им. Однако внимание привлекла совсем не полезная инициатива Камиллы, а ее причудливый наряд. Похоже, Корнуольская задала новый тренд, ведь она заправила свои джинсы в высокие носки до колен, которые называют гольфами, добавив к образу пару грубых ботинок. Герцогиня завершила свой наряд перчатками, подобранными к оттенку пальто, и добавила к аутфиту зеленый клетчатый шарф. Но все же поговорим о книгах. Во время визита в передвижную библиотеку Камила подарила учредителям проекта свои любимые издания «Мальчик», «Крот», «Лиса и лошадь» писателя Чарли Маки, а также бестселлер под названием «Остров Виктории Хислоп». Поскольку в последние недели «The Reading Room» разместила подписные экземпляры книг наших авторов в телефонных будках по всей Великобритании. Герцогиня Корнуольская решила заглянуть в эту сказочную библиотеку недалеко от Бергхола, «Шотландского дома их королевских высочеств» и также добавила в свою коллекцию парочку новых произведений. «Какое прекрасное место для обмена книгами», гласит подпись к новому посту Корнуольской. После переезда из Великобритании в Монте-Сито принц Гарри и Меган Марк обеспечили себе финансовую независимость, заключив многомиллионные сделки с Netflix и с PotiFi. А в октябре 2020 года объявили о создании благотворительного фонда Archival, который будет вести деятельность, направленную на помощь нуждающимся людям по всем странам мира. Однако оказалось, что инициатива Сасекских была лишь пустым звуком, ведь супруги собрали для своего благотворительного фонда меньше 50 тысяч долларов. Об этом можно узнать из финансовых документов организации, которые доказывают, что Меган и Гарри потерпели крах в области благотворительности. К слову, статистика показывает, что деятельность пары была намного успешнее, когда пара была частью британской королевской семьи. Сообщается, что тогда герцогам удалось собрать более 380 тысяч долларов. Многие эксперты отметили, что работа супругов – лишь игра, итог которой очень выгоден для Меган и Гарри, ведь на свадебное платье герцогини ушла сумма намного больше той, которую удалось заработать фонду. Известно, что свадебный наряд Меган от Живанши обошелся Сасекским в 400 тысяч долларов. Кроме того, большая часть прибыли Archival уходит на судебные разбирательства, это расходы на высококлассных юристов и адвокатов. Эта информация вызвала шквал критики у поклонников королевской семьи. Сейчас эксперты проводят расследование, которое полностью покажет результаты деятельности фонда. Любая благотворительная организация по окончании года должна отправить в АРС публичную форму декларации, в которой будет указана сумма прибыль и общего капитала компании. Налоговые документы фонда Archival свидетельствуют о неэффективном управлении герцогов благотворительным. Сообщается, что Гарри и Меган собрали менее 50 тысяч долларов для своей благотворительной организации в первый год, потратив больше денег на судебные издержки, чтобы распустить свою первоначальную британскую организацию Уэс Ройл. Известно, что в 2020 году компания Уэс Ройл сменила свое название на МВК Foundation, а сейчас сасекские уже завершают процесс расформирования данной благотворительной организации. Королевские эксперты сообщили о неприятном инциденте, произошедшем между принцем Чарльзом и Елизаветой II. Оказалось, что в Букингемском дворце начал распространяться слух о том, что монарх отречется от престола в пользу своего сына. Конечно, королева разозлилась в тот момент, когда слуги принца Чарльза выразили свою радость по поводу сообщений о том, что Ее Величество покидает пост главы Великобритании. Известно, что много лет назад, когда Елизавета II стала королевой, она сказала своей двоюродной сестре Маргарет Роудс, что не сдастся и не покинет трон. Это могло бы произойти только в двух случаях – болезнь Альцгеймера или инсульт. Несмотря на проблемы со здоровьем, королева честно служит институту британской монархии и выполняет все свои обязанности и клятвы, данные британскому народу. Правда, в последнее время состояние Елизаветы II не радует, а поклонники и эксперты настаивают на том, чтобы королева взяла перерыв и вышла на заслуженный отпуск, позволив принцу Чарльзу возглавить британскую корону. Но Ее Величество настроено очень серьезно и не собирается оставлять свой пост. Монарх уверена, что возраст – это всего лишь цифры, а с передовой медициной и строгим режимом можно продлить молодость и сохранить крепость организма. Елизавета II была возмущена ошибкой, которую совершили помощники принца Чарльза. Многие считают, что статус представителей монаршей семьи дает им много возможностей и привилегий, а также открывает двери в роскошную и абсолютно беззаботную жизнь. Однако это совершенно не так, ведь корона загоняет жизнь королевской особы в определенные рамки, которые им ни при каких обстоятельствах нельзя нарушать. Как оказалось, в жизни принца Уильяма есть большое количество запретов, но удивительно, что он никогда не жаловался на это. К слову, жаловаться на свою жизнь также не разрешено, поэтому изучим, какие нет действуют в отношениях представителей Института британской монархии. А авиакатастрофы – это одна из самых частых трагедий нашего времени. Стоит отметить, что в этом плане королевские авиалинии ничем не отличаются от обычных и катастрофы не обходят их стороной. Покойный муж королевы, принц Филипп, потерял свою сестру, принцессу Греции, Даня и Сесиль вместе с детьми в результате крушения самолета в Бельгии в 1937 году. А в 1972 году двоюродный брат Елизаветы II, принц Уильям Глостерский, погиб в авиакатастрофе в возрасте 30 лет. Сегодня вряд ли можно найти человека, который хотя бы краем уха не слышал о супруге принца Уильяма. Однако блистательная герцогиня никогда не стремилась к тому, чтобы стать популярной на весь мир. По крайней мере, так говорит ее подруга. Она утверждает, что Мидлутон всегда хотела иметь жилье в деревне и даже не помышляла о славе. Все, о чем мечтала Кэтрин, дом в деревушке, много детей, собаки и печь ага стоимостью 20 тысяч фунтов стерлингов. Ее не интересовала нехорошая работа, невозможность стать знаменитой, сообщила приятельница герцогини. Она подчеркнула, что семья для Кейт находится на первом месте, и именно материнство играет главную роль в ее жизни. К слову, дом у герцогини есть, и он действительно находится в сельской местности, так что мечту можно считать исполнившейся. Дом называется Анмер Холл, и это просторный особняк селом зеленой территорией, расположенный в Норфолке. Неизвестно, есть ли в нем печь ага, но здесь множество прекрасно обставленных комнат, и выполнен он именно в деревенском стиле. Кейт очень любит этот дом, поскольку в нем царит атмосфера уюта и гармонии, а потому проводит здесь немало времени с принцем и детьми. Правда, герцогине не удалось избежать славы, и она понимает, что ее публичная роль велика, а потому готова действовать в соответствии с королевскими протоколами. Она хочет добиться в этом успеха, сказала подруга избранницы принца Уильяма, и мы уверены, что Кейт справится с поставленными задачами. Продолжение следует...